Проблема антибиотикотерапии 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 С чем это связано? По мнению ВОЗ, это связано, с одной стороны, с бесконтрольным приемом антибактериальных препаратов, и с другой стороны, с широким применением антибиотиков в пищевой промышленности. К чему это приводит? Это приводит к селекции, транслокации антибиотикорезистентных штабов бактерий. Но это не единственная проблема, которая влияет на развитие антибиотикорезистентности. Это отсутствие комплоентности. Напомню, что это такое. Это приверженность пациента к терапии, к любой, не обязательно к антибиотикотерапии, к любому лечению. Некомплоентность – это любое отклонение больного от врачебных назначений, а в частности от правильного приема препаратов, его режима, длительности и так далее. Вот что мы видим. Отсутствие правильной комплоентности при применении антибиотиков в значительной степени снижает ее эффективность. Вот на этом графике красненькие столбики показывают эффективность терапии у пациентов, которые не соблюдали правильный режим и длительность приема. К чему это привело? В Америке достаточно быстро реагирует FDA на такие изменения. И требования FDA к производителям антимактериальных препаратов – это обязательно в инструкции должно быть указание об необходимости регулярного приема препарата и последствиях его нерегулярного приема и пропуска таблеток. Что мы видим в мире? Насколько комплоентны пациенты к применению антимактериальных терапий? Это наши коллеги-пульмонологи данные предоставили в Европе, Северной Америке, во всем мире. Примерно в третьих случаях пациенты амбулаторной практики не принимают правильные антибиотики и досрочно прекращают их прием. А что в Российской Федерации? Каждый второй пациент, 54% пациентов, не соблюдают график приема антимактериальных препаратов при лечении инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей или не заканчивают антимактериальную терапию. К чему приводит низкая приверженность к терапии? Это к хронизации инфекционного процесса, к развитию аутоиммунной патологии, потому что происходит постоянная персистенция инфекционного процесса, к развитию осложнений. В гинекологии это бесплодие, это внематочные беременности, связанные с развитием испачечного процесса малом тазу, синдром хронической тазовой боли, провоцирование, проявление резистентных штампов микроорганизмов, увеличение стоимости и длительности лечения, дополнительные затраты на госпитализацию и, в конце концов, утрата доверия к врачу. Причины отсутствия комплоентности наших пациентов. Основные факторы. Пациенты достаточно сложно заставить себя быть дисциплинированными и принимать препараты в течение нескольких раз в день, как бы длительный курс антибиотиков. Их тоже не устраивает в их суматошной жизни. Да, может быть, мы где-то не уделяем им достаточно времени, недостаточно разъясняем важность приема и длительность приема препаратов. Но у нас нет на это времени. Сокращены нормы контакта доктора с врачом на приеме. И еще один крайне важный момент – это нежелательные побочные явления терапии и, в первую очередь, со стороны желудочно-кишечного тракта. Частота ранней отметки антибиотиков по этой причине составляет практически 1,5 случаев. Еще раз, это один, скажем, довод в пользу междисциплинарности этой проблемы. Ну, поговорим об антибиотико-ассоциированной диареи и кишечной диспепсии как самых частых причинах развития нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта при приеме антибиотиков. Развивается это крайне часто. До 35% случаев пациентов эти проявления имеют. Определение, что такое антибиотико-ассоциированная диарея. Это наличие трех или более эпизодов неоформенного стула в течение двух или более последних дней, развивающихся на фоне или, обратите внимание, или в течение двух месяцев после применения антибактериальных препаратов. Как правило, эти симптомы возникают на фоне приема антибиотиков, а у третьих больных через 1-10 дней после его прекращения. Наиболее тяжелым вариантом антибиотико-ассоциированной диареи является псентомембранозный колит, который ассоциирован и вызван инфекционным агентом. Это к кластридии дефицели. 20% случаев, к счастью, это лишь 1,5% всех случаев антибиотико-ассоциированной диареи. В большинстве случаев мы говорим о простой неинфекционной или идиопатической диарее, которая не связана ни с каким инфекционным агентом. Как она проявляется? Точно так же различить достаточно сложно. Это клинические эти два состояния. Пациент предъявляет жалобы на дискомфорт, абдоминальный дискомфорт, вздутие живота, послабление стула без патологических примесей в кали, слизе или крови. И основой простой диапатической антибиотико-ассоциированной диареи является гибель представителей нормальной микрофлоры, нарушение целостности слизистой оболочки толстой кишки, вызванной действием антибиотиков. Каково это негативное воздействие? С одной стороны, антибиотики приводят к истончению слизистого слоя, слоя слизи, покрывающую толстую кишку. С другой стороны, приводят к нарушению выработки защитных белков дифензинов клетками толстой кишки и нарушению плотности межклеточных контактов энтероцитов. Вот посмотрите, пожалуйста, на этом графике обведены столбики, которые указывают на снижение концентрации бутерат-продуцирующих бактерий в толстой кишке. В первую очередь страдают они при приеме антибиотиков, ведь антибиотики не обладают высокой селективностью, они не только угнетают рост патогена микрофлоры, но и воздействуют и на положительную, благотворную микрофлору нашей кишки, и не бифидобактерии, не лактобактерии страдают, а в первую очередь бутерат-продуценты. Кто такие эти бутерат-продуценты? Что такое бутерат? Бутерат — это масляная кислота. Это крайне необходимый метаболит микроорганизмов, нормальной микрофлоры, который является, с одной стороны, энергетическим субстратом для клеток энтероцитов и выполняет еще целый ряд функций. Например, это абсорбция воды и электролитов. Вот сейчас остановимся на сравнительных характеристиках идиопатической инфекционной антибиотикоассоцированной диареи. При идиопатической нет какого-либо инфекционного агента. При инфекционной — это чаще всего клостридия дефицелин, в ряде случаев сальмонелла или стафилококк. Механизмы диареи абсолютно разные. Почему важно это знать? Да потому что совершенно разные подходы к лечению. При антибиотикоассоцированной идиопатической диареи — это снижение синтеза масляной кислоты нормальной микрофлоры, нарушение абсорбции воды и электролита. И, по сути, мы получаем секреторную диарею и нарушение обеспечения клеток толстой кишки и их повреждения. При инфекционной — это рост патогенной флоры, продукция токсинов, повреждение слизистой оболочки толстой кишки. Настоящий инфекционный процесс. В связи с этим разные подходы. При идиопатической диареи мы должны восполнять дефицит масляной кислоты, а при инфекционной — подавлять рост патогенных микроорганизмов. Есть ли какой-либо антибиотик, который в меньшей степени воздействует на микрофлору толстой кишки? Да нет. Каждый из них потенциально может вызывать антибиотикоассоцированную диарею. Есть дополнительные факторы, которые повышают риск развития антибиотикоассоцированной диареи. Среди них пожилой возраст или молодой возраст, применение комбинации двух и более антибиотиков. А в нашей практике мы практически всегда назначаем в гинекологии два антибиотика. На анаэробную флору обязательно назначаем и на аэробов. Смена антибиотиков при его эмпирической первой неэффективности. Длительный более пяти дней курс антибиотикотерапии. И частые повторные курсы антибиотикотерапии в течение года. Каковы же подходы к коррекции микрофлоры? За последние сто лет произошла некая эволюция в подходе к терапевтическим возможностям. Начиная с 1907 года, наш известный ученый, физиолог, иммунолог Илья Ильич Мечников провозгласил о пользе Мечниковской простокваши, содержащей болгарскую палочку, о том, насколько хорошо она влияет на долголетие. С тех пор, в 60-70-е годы прошлого века в нашей стране были разработаны штаммы пробиотических бактерий, такие как, хорошо известный, бифидумбактериум, лактобактериум. Позднее были уже разработаны многоштаммовые пробиотические препараты. В 2000-х годах было проведено революционное исследование по изучению микробиома человека. Это огромное исследование, которое приняли ученые со всего мира, которое показало, что наши знания о микрофлоре гораздо скудны. На самом деле были открыты более 10 тысяч новых представителей микрофлоры на всех уровнях нашего организма с использованием молекулярно-генетического анализа. И уже в последние годы разработки касаются метаболитов, пробиотических метаболитов. И создаются новые препараты на основе так называемых метабиотиков. которые способствуют росту нормальной микрофлоры. Но что мы обычно в практике делаем? Если мы назначаем терапию антибиотиками, мы, как правило, для профилактики назначаем пробиотики. Однако не всегда это имеет свой успех, не всегда это эффективно. Почему? Не всегда пробиотики эффективны. Во-первых, потому что, проходя через кислую среду желудка, значительная часть бактерий погибает. Как правило, мы назначаем сухие лиофилизированные штаммы, и для их активации нужны часы от 5 до 10 часов для активации бифидо- и лактобактерий. У пациентки с диареи мы можем этого эффекта не дождаться, потому что происходит просто естественная иллюминация скаловыми массами этих микроорганизмов. И самое важное, для пациентов, у которых есть идиопатическая диарея, мы не имеем лечебного субстрата. Нет масляных кислоток из наших пробиотиков, и поэтому в этих ситуациях пробиотики могут быть и неэффективны. Вот что мы назначаем чаще всего и рекомендуют международные эксперты при антибиотико-соцированной диареи. Сахарамитис буларди. Известный препарат, это дрожжевой пробиотик, полезные дрожжевые бактерии. Он представляет собой споры, которые, проходя через желудочно-кишечный тракт, элиминируют условные патогены и выходят, не колонизируя толстую кишку. Назначают его как в профилактических, так и в лечебных целях. Однако при развитии диапатической или простудно-инфекционной диареи этот препарат может оказаться неэффективным. Вот сейчас я хотела бы вам представить препарат, который содержит в себе масляную кислоту и инулин и является как раз этим метабиотиком. Он восполняет вот этот дефицит масляной кислоты при развитии антибиотико-соцированной простой диареи. Масляная кислота, вот дополню эффекты, о которых я говорила. Это противовоспалительный агент, это антиоксидант, это канцеропривитивный субстрат. Это субстрат для синтеза липидов, неубрад колоноцитов. Масляная кислота регулирует чувство насыщения при приеме пищи и так далее. Инулин, это смесь олиго- и полисахаридов, представляет собой пребиотик, питательный субстрат для нормальных бактерий. В чем преимущество этого препарата? Он активируется именно в толстой кишке. Специальная мультиматриксная оболочка защищает его от растворения в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. И поэтому практически все действующее вещество препарата у нас активизируется, начиная с целепой кишки. Каков механизм воздействия в этом случае? Масляная кислота инулин стимулирует, с одной стороны, рост нормальной микрофлоры, в том числе бутерат протуцентов, лакто- и бифидобактерии, являясь их питательной средой. С другой стороны, способствует замещению дефицита масляной кислоты. В связи с этим нормализуется абсорбция электролитов и жидкости из кишечника, с одной стороны, и восстанавливается целостность слизистой оболочки толстой кишки, и купируются симптомы антибиотикоассоциированной диареи. Есть исследования от наших коллег-гастроэнтерологов. Скажем, наиболее, скажем, такая патология, когда часто применяются антибиотики, и несколько антибиотиков одновременно, это лечение хеликобактерной инфекции при язве болезни желудка и различных воспалительных заболеваний слизистой оболочки желудка. Очень похоже на нашу ситуацию. Посмотрите, пожалуйста, пациенты, которые принимали препараты масляной кислоты, гораздо реже имели такие симптомы, как метеоризм и тошнота, а диарея не было выявлена ни в одном случае. И высокая комплоентность у пациентов способствовала высокой эффективности эрадикационной терапии хеликобактера пилори. И вот подытоживающий доклад, какая должна быть стратегия и алгоритм лечения пациентов, находящихся в группе риска по развитию антибиотикоассоциированной диареи. Это те пациенты, о которых я говорила. Это пожилой возраст, принимающий полимикробные несколько антибиотиков и так далее. Если у них есть все эти факторы риска, мы назначаем помимо антибактериальной терапии в профилактических целях закофальг две таблетки в сутки с первого дня приема антибиотиков на срок две недели. Пациенты, у которых ранее была кластридиальная инфекция, псевдомембранозный колит или кластридиально ассоциированная антибиотика диареи, мы назначаем также метронидозол для алиминации кластридий 500 мг три раза в сутки на две недели, а также закофальг по одной таблетке три раза в день. Пациентов, у которых нет ни риска, ни тяжелого анамнеза, а антибиотикоассоциированной диареи мы только наблюдаем. В целом, на это бы я хотела завершить свой доклад.